Покупаем красные носы, приобретаем, делаем селфи. Лучшие традиции не забываются. Клоуны, как и положено, веселят детей. Малыши каждый раз с нетерпением ждут с ними встречи. У меня красный нос, вот такая шляпка. И вот тут такие пуговки, и там такие, и штаны. Половина красная, половина зеленая. А тут наоборот красная, зеленая. А ты настоящих клоунов видела? Я только видела, как они выглядят, но настоящих я не видела. Просто потому что у меня в садике показывают каждый день цирк. Маленькая Софья в цирк пришла с бабушкой и старшей сестрой Антониной. Подготовка к представлению почти так же волнительна, как сам поход делятся девочки. Старшая сестра уже знает, что точно хочет увидеть. Мы с ней все разговаривали весь вечер. Говорили, ну мы поедем в цирк, ура, наконец-то. Я люблю, когда начинается животных показывать, особенно лошадей. Ну не знаю, мне больше нравятся лошади. Участие животных в представлении классика жанра. Сегодня каждое представление – тонкий баланс между номерами акробатов, фокусников, клоунов, дрессировщиков. Классический российский цирк – сложное, тщательно выверенное искусство, интересное и взрослым, и детям. В цирку сейчас очень много потянулось молодежи. Почему? Потому что нравится. Потому что вы посмотрите на улице, тот экстрим, который показывают ребята, он есть в этой цирке. Зачем гробить себя на улице и убиваться? Можно же прийти в цирк и делать это на профессиональной основе. Гастроли цирка с праздничной программой по просьбам зрителей в Самаре продлены до 4 мая. Анастасия Зубарева, Максим Гусев, События.